Следующая песня, ее можно тоже называть премьерой, потому что я ее никогда не пел, хотя придумал в году, наверное, в 80-м, может, в 81-м. В общем, на нашей встрече ко мне, значит, подошел, ну как подошел, мы сидели, просто разговаривали. Петр Федорович Кивир, он в этом зале находится, ну, конечно, мы так официально друг друга и называли, Петя говорит, «Слушай, вот ты когда на каком-то курсе, на первом, в самом начале, приехал из дома видать у тебя что-то, были там какие-то события, ну, тогда же все остро, в 20 лет-то, да, любовь, морковь». И вот спел, говорит, вот эту песню и спрашиваешь меня, как, что добавить, что сменить, я говорю, нет, ничего не надо, вот такая вот. Ну, я так подумал, что если человек, которому уже, так же, как и мне, уже довольно много лет, она, может быть, песня немножко не по возрасту, но она все равно, это нам кажется, что мы взрослые, на самом деле мы так, все те же. Дождь из листьев осенних, все сильнее и сильнее. Он пройдет, не намочит, не оставит следа, только в памяти где-то, то далекое лето, то зеленое лето, что ушло навсегда. Я бреду между сосен, по тропинкам знакомым, и как будто бы снова возвращаюсь туда. «То далекое лето, что ушло навсегда». «То далекое лето, что ушло навсегда». «То далекое лето, что ушло навсегда». «То далекое лето, что ушло навсегда. «То далекое лето, что ушло навсегда». 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 «Руковать лето, что ушло навсегда».